Всем доброе утро, скажи. Я чистая? Чистая, да. А теперь ёлку помылаем? Будем сегодня убирать ёлку, наверное, да. Что? Что, оставим ёлку? Нет. Убираем? Да. Хорошо. Мы завтракаем. Сонька ест кашку. Вкусная кашка? С клубничкой. Я ем запеканку. Съездила я на Балберис. Заказала, в общем, заказывала много лаков, но пришёл только один, а те лаки были как подтёкшие, представляете? Я прям там оставила, вернула их. Не знаю, буду я ещё заказывать или нет. Один вот такой вот заказала. Он идёт как сливовый такой вот оттенок. Я прям, знаете, мне нравятся вот такие тёмные цвета. Как-то я к светлому... Ну, как-то это не моё это. Ну, от настроения, скажем так. Поэтому заказала это Вула. Я вам оставлю ссылочки внизу. Очень хорошие лаки. Они мне нравятся. Я ими пользуюсь давно. Поэтому я ими довольна. И заказала вот такие вот пилочки красные. Тоже, если хотите, я вам оставлю ссылочки внизу. Они бюджетные. Эта пилочка, по-моему, в районе 100 рублей стоит. Но она настолько хорошо. Ей можно снимать. То есть вы можете маникюр снимать этой пилочкой. Вы можете просто себе делать маникюр. Короче, в общем, очень классно. Я такие заказывала. Я маме отдала. Потому что у меня тоже ногти. Я говорю, если что, где-то там подпилить. Очень удобно эти вот пилочки. И хватает надолго. Классно. И, ну, всегда нужно иметь, чтобы в наличии, в запасе. Потому что бывает такое, что уже начинаешь снимать. Я ручкой снимаю периодически. Периодически просто вот такой вот пилочкой. В общем, тоже все зависит от настроения. Вот. Так что я довольно. На днях переделаю себе маникюр. И все. На этот раз хватило мне ненадолго. Я не знаю, почему начались сколы. И я, по-моему, сейчас поломала тоже ноготь. Е-мое. В общем, что-то мне не удалось. Этот раз сделать себе нормальный маникюр. То ли из-за уборки, то ли из-за чего. В общем, так что вот такие вот дела. Пришло время немножко привести дом в порядок. Точнее, освежить полы. Дома чисто. Но, тем не менее, есть какая-то пыль. Так как мы ходим в белых носках, это достаточно, знаете, заметно. Если не поубирать. И прежде, чем мыть полы, я всегда пылесошу. Мне кажется, так лучше. Собирает какую-то пыль, ссор, какие-то волосы. Поэтому всегда я пылесошу. А потом уже протираю пол. Также я почистила шкаф, поменяла насадку. В этом пылесосе, это Xiaomi Dream V9. Есть две насадки. Еще дополнительные вот этой вот насадкой. Очень удобно чистить шкафы. Чистить плентуса, двери вот от пыли проходить. Можно тряпочкой пройтись. Но мне вот так вот пылесосом, мне кажется, поудобнее. Поэтому я сегодня такое все пропылесосила. Промыла полы. Навела такой небольшой порядок в ванной. Сложила полотенце. Полотенце у нас такая сушилка икеевская. Просто висят полотенца. И я потом и складываю такую стопочку. Ну, чтобы было, знаете, визуально для глаза было приятно. Я когда занимаюсь уборкой на кухне, я всегда убираю стульчики, чтобы было удобнее пропылесосить, удобно промыть. Сегодня стол я не двигала. Но также, когда где-то раз в месяц я делаю такую генеральную уборку, я тогда двигаю стол. Потому что там, где ножки, там тоже забивается вот вокруг ножа какая-то пыль. И бывает, дети что-то разливают. Если сразу не увидел, не убрал, то тоже такие, знаете, потеки. Поэтому сегодня я не двигала, просто промыла и все. Очень довольна своей шваброй. Это Веледа. Получается, руки не контактируют с водой. Добавили средства, все отжали. Очень мне нравится. У меня до этого была такая круглая Веледа. Но, к сожалению, она у меня сломалась. Хотя отзывы о ней были очень хорошие. Но я покупала не на официальном сайте. Я заказывала на Валберис. Многие пользуются много лет и довольны. Но, видимо, может быть, какой-то брак. Может быть, я неправильно пользовалась. Не знаю. Вот. А это тоже Веледа. Тоже ее можно найти и на Озон, и на Валберис. Вот такая профессиональная линия идет. Я вам уже рассказывала. Тоже удобно ей проходить. Лестницу мыть ей удобно. И самое главное, что не нужно контактировать руками с водой. Все. Полы высохли. Уборка наша закончилась. Уходит на это не так много времени, как кажется. Потому что я каждый раз, например, не отодвигаю стол, чтобы там пропылесосить. Или тумбочки. То есть, как бы такая влажная идет уборка. По верха, можно так сказать. И где-то раз в месяц я отодвигаю тумбочки, отодвигаю стол. Все это хорошо убираю. Потому что каждый день или несколько раз в неделю это делать не будешь. Поэтому это все быстро. Просто вот такой помощник, как пылесос беспроводной, который быстро все это дело пылесосит. Очень удобно лестницу пылесосить. Я как вспомню эти шнуры, которые я разворачивала. Это был, конечно, ужас. Также этим пылесосом я прохожусь. Вы видели шкаф, двери прохожу. Ой, солнышко какое вышло. Вот. Очень удобно. За робота все равно я думаю, если честно. Ну, не знаю. Знаете, как в инстаграм была девочка, которая рыдала, плакала, которая купила робот. А у нее собака, которая нагадила. И в итоге робот все это разнес по всей квартире, по всему дому. Вот. Я как бы... У нас Мишель таким не страдает. Ну, знаете, все может быть. Поэтому как бы для меня это... Ну, не знаю. Если он будет... Возможно, это помощник, который там вот работает, который дома время не проводит. Да, то есть вы запрограммировали, вы пришли домой, у вас все дома чисто. Возможно, да. Но мне проще пройти с таким вот пылесосом. Вот. Поэтому я им очень довольна. Посмотрите, какой у нас пошел снегопад. Это вообще... Вот это детям будет кайф. Гляньте, сколько снега. Он идет и идет и идет. Гляньте. Смотрите, что творится. Димку не видно. Занесло. Вообще. Как мы сейчас дойдем до машины? Джинсы. Джинсы. Да, пошли, пошли, пошли. Давай. Быстрее к машине. Смотрите, что за порошило вообще. О, катастрофа. Посмотрите на мою шапку. Ой, тушь потекла. Представляете, такое лицо. Прям снег. Фух, сейчас прогреваемся, потому что не выйдем. Ничего не видно. Все, мы с Димчиком отогрелись. Вообще. Это мы, представляете, это мы с ним немножко прошли. Нас просто засыпало резко. Пошел холод такой. И, знаете, такое ощущение, что пошел бы дождь. Но из-за того, что минус один, просто вот такой, знаете, как будто ливень только идет. Снег вообще. Для нас, конечно, почему мы все время удивляемся. Потому что крымчанам, знаете, снег это что-то вообще непонятное, несвойственное. И дороги просто ужас. Ничего не чищено. Хотя снег идет, получается, с ночи. Дороги не чищены. И сейчас обещают к вечеру вообще минус 5, что ли. И оно все подморозит. И будет, конечно, ужас. Но ничего, прольвемся. Зато вечером у нас будет что? Битва. Битва снежками. И снег такой мокрый. Он будет лепиться. Можно будет лепить снеговика. Только перчатки надо будет теплые одеть. Ну, у меня есть. Да. Одеваемся, будем одеваться в тепло. И будем уиграть снежки. Мама, мы его занимаемся, а потом делаем снег. А Соньку ждать? Ну, ей покажут. Хорошо. Ну, посмотрим. Давай согреемся с тобой, потому что мы замерзли. Мы сейчас с тобой пойдем хорошо покушаем горячего. Я суп со сметаной. Вот, будет вкусно. Короче, поехали. Давай. Руки не стуй туда. Так, мы тут с Сонечком готовим. Нажарили котлеток. Молодец, нам не все помогла, перекрутила. Здесь у нас макарошки. Здесь у нас рыбный такой супчик с красной рыбки. Ой, делаю без сливок. Потом каждый сам себе добавляет сметанку и получается очень... Так, я еще пожарила рыбку с лучком. Это не хек, это идет лимонелла. Она, получается, идет без шелухи. Это вот... Ну, не надо ее, в общем, чистить. Я всегда беру хек. У меня дети очень любят, хорошо едят, потому что нет костей, белое мясо. Вот, поэтому... А это мне продавщица говорит, возьмите лимонеллу, ее не нужно чистить. Я взяла, действительно, пару чешуек было, буквально, я ее хорошо промыла. И вот пожарила с луком. И тут у меня немножко осталось картошки. Я сейчас тоже ее поджарю. Ну, так, разогрею и будем кушать. Я сразу же пожарила рыбу. Тут все просто было грязное, все. Поэтому я быстренько протерла плиту. И вы также спрашиваете у меня за решетки. Это чугун, да, это чугун. И я мою с первого дня, как вот у нас это плита. Я мою в посудомойке, ничего не происходит. Я не знаю, может быть, я не мыла с первого дня. Если бы она у меня была давно, и я бы помыла, что-то случилось. Но я мою в посудомойке, ничего не происходит. Хорошо отмываться, потому что мне, честно говоря, лень мыть это все руками. Вот. Я плиту все вымыла, а решетки оставила. Помою уже после того, как мы покушаем. Закину в посудомойку и все. Так что, девчонки, у кого тоже чугунные решетки, напишите, как у вас. Моете ли вы в посудомойке? Потому что вопросы возникают. Я вот за свою могу сказать точно. А вот как у вас, напишите. Я думаю, это будет тоже интересно и полезно. Отдыхает ребенок. Просто отдыхает. Да, мышка? Скоро поедем стричься. Записала, короче, я ее грумеру. Не буду я ее сама стричь. В общем, мы решили, мы посмотрели фотки. Кто видел, может быть, в инстаграм старая фотография Мишели, были такие вот хвостики на голове. Вот. И поэтому ее подстригают. Может быть, будем хвостики тоже отпускать. У меня были хвостики, резиночки. Но посмотрим. Что-то не очень удобно. Ну, не знаю. Может, проэкспериментируем. Сонька вон построила домик. И стульчиков все повыносила. Да, мышка? Мышка, мы его делаем. Ой, прям лицом. Вкусно было? Хорошо снег, да? Идеально. Опа-на. Опа-на. Все нормально? Эй. Сейчас будет крутой. Давай. Свой. Лицом не надо? Я голова. Пап, не надо лопа. Смотри, хотя бы почистить проход. Ой. А ты что? А? Хорошо тебе, да? Хорошо тебе? Мышка. Ой, красота. Какая красотища. Сонь, мне кажется, ты застряла. Ой. Ой. Сонь. Дима, не надо. Вы куда в лицо? Кошмар какой. Глянь. Дима. Мы тут достали санки. Все, ты уже покатал Соньку? Да, я теперь хочу. Соня, теперь ты будешь Диму катать? Нет. Она меня не... Не потащит. Сейчас, подожди. Папа, покатишь? Сейчас я покатаю. Вот, тяни. Нету сил? Все, давай, я покатаю. Это у кого такие щеки красные? Щеки наморозили, теперь у нас быстрый перекус, да? С чаем горячим. Это у меня Дима сел. Дима? Да. Дима с снегом. Хорошо так. Да, Дим? Там как раз на видео мама засняла. Давай, садись. Все сделаю. Пришли с улицы. Я не могу никак раздеться. В теплом хожу к Уде, потому что вроде бы не сильно холодно, но так, знаете, Димка уже пьет третью кружку чая. Так хорошо нагулялись, набегались, уже ничего не снимала, потому что руки дико замерзают. Мы еще покатались на санках, попробовали снег, какой вкусный. У нас Соня очень любит пробовать, и мы когда вышли на улицу, у нас просто, вы знаете, весь двор просто идеально-идеально белый. Ты тоже чай будешь? Нет. И сейчас затоптали так, просто втоптали весь снег, да? Короче, погуляли на слабость, снег, конечно, нас радует. Знаю, что завтра будет с дорогами, потому что сегодня был, конечно, ужас. Вот. Сейчас мы с Сонькой поиграем, она там уже доктора своего достала, и я хочу пойти сделать себе масочку после, после этого, скажите, после снега. Нужно, красотка ты моя, такая смешная Сонь, надо немножко лицо увлажнить. Ты знаешь, что говорят? Ты разбойница маленькая. Кто дерется с Димой? Расскажи. Ты? Покажи, кто дерется с Димой постоянно? Ты? Да. У нас сейчас не было телека практически несколько недель, наверное, меньше. В общем, у нас сломался телевизор в зале. И это было так классно, мы перенесли сюда Алису. Алиса, в общем, у нас играла все время. Идем, идем, зайчик. Алиса играла у нас все время, и так без телевизора было хорошо. У нас были какие-то игры, какие-то занятия. В общем, если что, дети смотрели наверху у себя в комнатах мультики. Сейчас появился телевизор, и мы все уже залипли. Все, мы теперь смотрим мультики, не переставая. Все, идем, ставлю камеру на зарядку, идем играть. Я тут сушу вещи, куртки. Мокрые шапки, навсквозь мокрые. Это какой-то кошмар. Видели, как Дима Соню прям в лицо снегом зарядил? Бедно, она так плакала. Мы ели ее успокоили. Сейчас куртки высохнут на батарее. А штаны у нас висят в коридоре, на лестнице. И они за ночь высыхают, потому что теплый пол. Все, пусть сохнут завтра в школу, в садик. Пусть высыхают. Рукава нормальные. Так, ну что, пришло время вечернего ухода. Сейчас сделаем масочку. Но я буду делать не увлажняющую. Я хочу сейчас делать очищающую. И потом нанесу такой, знаете, хороший увлажняющий крем. Такую крем-маску. Потому что ходить с маской долго сейчас нет времени. Нужно уже купать детей. Маска у меня будет от Фаберлик. Она мне очень нравится. Кислородная, пенищаяся маска. Она такая синего такого цвета. Мне очень она нравится. Она хорошо, понимаете, очищает. Также я, кстати, пользуюсь пудрой энзимной, которую я вам показывала. Она стоит на втором этаже. Я утром умываюсь. Очень классно. Может, в следующем видео уже вам покажу. Поэтому смываем макияж. И готовимся. Душ. Еще хочу сделать себе скрабик. Так что все. Поехали. Умываться я буду мицеллярной водой. Надо, кстати, заказать. Посмотреть. Гарниер. Вот, правда, люблю ее больше всего. Она мне очень нравится. Не люблю ни молочко, не пользовалась маслом кидрофильным. Нет. Вот эта вот мицеллярка просто самая идеальная. Обязательно смываем. Я, кстати, пользуюсь. Уже заказала себе, наверное, четвертую баночку. Только это у меня маленькая бутылочка. Я заказывала большую. Просто я переливаю. Получается, у меня на первом и втором этаже вот такая вот индекс натуральности. Заказывала на Валбрис. Очень хорошая умывалка. Она даже справляется с тушью, если так хорошо, знаете, умыться. Даже стрелки тоже убирает. Неплохая мицеллярка. Вот реально покупаю четвертую бутылочку. И очень довольна. Умываю ей глаза и лицо. Хорошая такая штука. Кто-то, кстати, из вас посоветовал. И советовали также всю линию вот эту вот косметическую. Сказали, тоже хорошую. Но, правда, не пользовалась, не знаю. Но умывалка реально классная. Вот такая вот. И смываем водичкой. Все. Я умылась. И наношу масочку. Она очень хорошо пенится. Я вам уже показывала ее неоднократно. Она мне прям очень зашла. Хорошая маска. Что-то я начала левой рукой. А здесь она уже начала, видите, пенится. Прям хорошо пенится. Сейчас она пару минут поработает. Ее можно еще раз хорошенько втереть в лицо. И потом умыться. Но обязательно потом уход. Потому что такое достаточно... Ну, она подсушивает хорошо, так знаете. И хорошо очищает лицо. Так, ну что, прошло 2 минуты. Еще раз ее можно нанести. Она еще может начать работать. Еще раз. И хорошо все это смыть водичкой. Что, давайте, девочки, вместе со мной сделаем хорошо уход. Пудрой я пользуюсь 3 раза в неделю. Не каждый день, через день. Бывает, даже каждый день утром умываюсь. Прям хорошо. Мне кажется, на лето она будет вообще просто великолепна. И вот лоб уже начинает по второму разу работать. Сейчас я подожду, смою и все. Все, я умылась. Лицо, знаете, такое красное прям. Но свеженькое. Хорошо, мне прям очень нравится. Теперь обязательно тоник. И ваш уход. И масочка. Такая тоже у меня уже. Это такой крем-маска. Она наносится, по-моему, 2 или 3 раза тоже в неделю. Таким хорошим слоем. Она хорошо впитывается. Главное ее наносить не перед тем, как вы ложитесь спать. Потому что она должна хорошо впитаться. Вы можете прям, знаете, таким более плотным слоем нанести. Можете использовать как крем, а можете использовать прям как маску. Она хорошо-хорошо у вас впитается. Утром кожу вы просто не узнаете. Если у вас сухо дома, если у вас такая, знаете, сухая кожа, то эта маска прям супер. Я прям, знаете, таким хорошим слоем наношу. Все, пусть оно у меня работает. Все, я буду на этом заканчивать видео. Спасибо большое, что провели этот день с нами. Пишите обязательно ваши комментарии к видео. Не забывайте подписываться, кто не подписался. Увидимся с вами скоро. И всем пока-пока.